51 год 6 мая привет ребята с вами гимгранты и мы проходим мафию вторую да 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 а ловли что куда ладно сейчас буду приличный говоришь у меня выходной да нет 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 все не то очки не надо здоровый костюм повседневный костюм в принципе не про неплохо выглядим или парни что происходит что тут происходит не твое дело вон отсюда откройте полиция ну да как-то так в общем на на тачку взять да и в бар прилететь я подумал кошак валяется давайте мою починим и это починил не думаю на масса 23 километра приближались до да 190 максимал чик но мы побольше потом ездил максимал чик все отлично куда бля так в пол красный свет но ничего страшного мы торопимся тоже для машин 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 так принудение его собрать на тюни их и и небольшой такой хочется чуть-чуть гонгануть тапочки другие поставить более такие классические опять же перекрасить так отлично валим-валим-валим валим-валим до 50 миль куда мужик еле все тормозим и открой доброе утро здорово привет ветра хочу тебя кое-кому представить бита это карло фалькона очень приятно мистер фалькона вида вида и так это что ты думаешь об альберта климента и луки гурина если честно мистер фальконе мне кажется эти сукины дети хотели нагреть меня на пять тысяч и потом оставили за решеткой хорошо потому что эти двое собираются против нас выступить а потому надо что-то предпринять пока они не ударили первыми эдди введет тебя в курс дела не сомневаюсь ты не подведешь спасибо мистер фальконе было приятно вида эх что за хрень творится вчера пропала машина с тремя нашими по городу ходит слух что в этом замешан лука кто пропал харви бинс и двое ребят которые его охраняли тони бальзам и фрэнки до бинс бухгалтер карло если он заговорит нам конец что я должен делать дождись его у входа в бару фредди и проследи за ним выясни его ли это работа и потом если вдруг он хоть как-то в этом замешан прибей ублюдка а если ребята все еще живы попробую их освободить надеюсь ты найдешь их до того как они запоют о наших делах куда он пойдет понятия не имею так что готовься ко всему найди себе хорошую машину и оружие ладно без проблем хорошо заедешь сюда как закончишь и запомни витал никому ни слова ясно что-то вы сегодня совсем жаворнок поте что втащить его не знаю до скорого жаворных блять подъебал или чем сейчас мне сама сделал так мы поехали чё бля проехать не дают авторитетным пареньку ни хера чё ты буксовать начал машинка прогрелась ли вода красавица так вторая а не то третья уже налево а сейчас повернуть направо кстати я так понимаю очень маленький городок потому что сколько мы на ней катались 23 километра только намотали давай давай опчики вот я кстати плевом машинку жалко что на кабриолет вроде с не ошибается она и это купешная это машина луки что за говно кто тебя носит лука вот ты где о отлично мя лучше не подходить а то лука меня еще заметит мя 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 Это ускорится, значительно ускорится Да, вот, всё, видим, в поле зрения нашим он Отлично Эй, 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 э Да, такая тачка вообще неприметная Может на свалку бруски? Нет, Майк с таким не связывается Блин, машину уже запачкал Бойня Клименте Конечно, похоже Эдди был прав Так, туда надо пробраться незаметно Простите, да, в чем дело? Вы не подскажете, как пройти на бойню? И что вы хотите там найти? А, у меня собака убежала Ищут Собака, да? Ну да Вы знаете, как попасть внутрь? Во-первых, открою вам секрет Врать вы не умеете А, во-вторых Если у вашей собаки нет ключей То на бойню она могла попасть Только через канализацию Канализация, говорите? Ни хера Меня никто не должен видеть Пока не ясно, что с нашими ребятами Бо Да, здесь этот бомжар живет, по-моему Ну, все-то неплохо, он так устроился Тачка Я забыл дома плавки Да Пойдем ли? Кажется, я могу ее поддеть Что они знают, что я знаю Господину, я поищу Я знаю, я видел Я говорю Там мужика вообще крыша поехал Ну, бля Черт, теперь еще и собака Сейчас на меня говно, как скай Э, ты упадет Ой, бля Вон, еще не журнальчик Если Лука просто за стейком заехал Я кого-нибудь убью Да, но, увы, он не за стейком заехал Ого Да, уж здесь говнялись мы Господи, да заткнись ты Что такое, кто там? Вот люди Да нет там никого, видишь? Заткнись, пока мы тебя в котлету не измололи Тварь, вшивая Черт, вот они Все, недоумок паршивый ты попался И валим Добро пожаловать Добро пожаловать Еще одну на тихий час Бойник Клименты Да ладно Что ж это творится Не похоже, чтобы... Эй Эй, не задерживайся там, а Я один все делать не хочу Лучше покурить нельзя Прослабься Сколько можно? Ты пепельница? Ты все еще думаешь завязать? Да, со следующего месяца, наверное Удачи тебе завязать Никто Свиньи Эй 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 Смена кончилась Что такое? Не обращай внимания Ну тебя что, уши заросли? Дворю шабаш на сегодня Слушай, ну я еще не допил Сейчас приду Не заставляй меня повторять Смена кончилась Марш отсюда Думаешь, я не знаю о наркотях? Я в курсе, откуда вы деньги берете Пальпона считает, что у него все на мази Но он так просто не отделается Слушай, как вы ее проводите? Я ничего не знаю Я просто бухгалтер Не выделывайся мне тут, козел Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него Думаешь, ты круче? Когда мы с тобой закончим Мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин Ха-ха-ха-ха Вопрос только в том Убью я тебя перед этим Или нет Ха-ха-ха-ха А, откуда эта чертова вонь? Фу Эй, там кто-то есть Эй, ты еще кто такой? О, господи Человек говно Заткнись нахрен, Лука Эй, я тебя знаю Это ты тогда все отживался с Барбар Я думал, ты все еще гниешь за решеткой И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу Если бы ты знал, что на самом деле происходит Ты бы назад в камеру удрал Но теперь уж какая разница Хера Что за черепаха к Низе прихотила? О, это больно Кто ел? Ты меня ударил Ты меня ударил Давай, Сэмми, не нежничай Сука, уворачиваются еще Подожди, давай сейчас сюда подадим Пойди ко мне, пойди Это больно Сука, блядь Он опять сюда пришел Иди сюда Я с тобой не поменять, паскуда Ну Раз, два, три Сука Какой психбольный Мальчики, взяти его Девочки Мальчики 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 И с теми связался, паскуда Спасибо, Вита За нами должок Тебя Эдди прислал? А, он заметил, что на перекличке народу не хватит Черт Бедный Фрэнки Я убью этого сукина сына Бинс Побудь тут Не светись, пока мы за тобой не вернемся Ладно, ладно Вы меня только не забудьте тут Договорились Он вооружен Стреляй Плохо, малыш Так, Вита Пошли искать Глисту Глиста сейчас штаны обмочит Что там творится? Они мертвы? Да, мертвы Угадай, кто следующий Сюда едет много парней, у которых много пушек Я не просто мечтаю, что я на этот трюк подпечу Бля, патроны кончились Умри уже, скотина Мужик Молодец, Вита Эй, гляди, я одного кончил В смысле? Ты такими словами не бросать, братан Еще один Блин, мне надо было тут поворот закрыть Тук-тук Ну давай Открывай Неплохо Сейчас, я посмотрю, что у меня тут с волынами Неплохо, так, надо подождать, пока они выйдут А то они все остались в машине Ой, тут даже что-то затупило Ну глянь, ну все четверо бай Легли Ну, да Не повезло пацанам Черт, так я ее открыть не смогу Да уж тут нужно что-то тяжелое Как Даран Знаю Смотри, тележка Ту-ду-ду-ду Ах ты Твою мать Что за Черт Думает он самый умный Думаешь ты самый умный, а? Ну давай Попробуй Суки, сын, что он там? Чёрт! Нет! Выходи ко мне! Нет! О, боже! Не трогай меня! Не трогай меня! Убью за к чёртком! Не трогай меня! Глиста поглядят! Ебать! Бедный парень! Я чуток поиграю с лукой, а потом пущу на фарш! Ты со мной? Спасибо за предложение, но я лучше... Крови не любят, да? Нет, не люблю луку. Как знаешь, но ты много пропускаешь. Начну с погоняло для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Всё будет в лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Иди ими руками за. Ладно, я пошёл. От меня несёт за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эй, Бинс! Открывай дверь, всё кончилось. Ты? Ты живой? Ну да. А ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечёмся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Какие маньяки у нас и собрались-то. А сам прикол в том, что... Машина-то вся целая, без рывов обошла, всё. Ээээ! А, фух, слава богу. Поехали, красавица моя... ...косяка. Назвай на машине, посмотрите, какое чудное. Ну, отлично, в общем, да. Ого! Подвеска прям нормаста так отыграла. Ну вот. Минус один враг и в нашей картотеке. Менты, ну чего вы такие долгие? Ну, ё-моё. Ну, вот так вот и пошёл. Включил третью передачу и на расслабоне. Там прям такой прям тапку давдавил прям вообще в хламы. Да, прям не хватает ей немножечко прям чуть-чуть побольше мощности. Но мне прям хочется, чтобы она пошустрее была немножечко. Может, тормоза все дымят. Так, успею, 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 успею. Зелёный, 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 зелёный. Нормаст, чего ты бебейкаешь-то? Ну, парни. Свои пацаны. Вот, давай сейчас как раз по пути все равно. Ну, добрый день. Прям, прям, хотя бы на дно. У нас как раз скидка на освежители воздуха. Блин, 650. Ахахаха, подъебал. Ладно, пока. Надо магазин одежды заскочить. Ну, это ладно, это потом, попозже мы где-нибудь гонёмся, когда конкретно разбогатеем. Во. Так, вот это нам не обязательно надо. Здрасте. Да ладно, это серьёзно. Я не думал об этом. Нет, давай вот так вот оденем. Всё. Отлично. Как называть... Назвать... Хорошо заеду. Ну, вещь, косяк. Нахера она поехала. Так, надо пошустрее добраться, всё-таки, как-никак. Ну, мы... Да, блин. Мы с ритрейсера такие. Во, всё, нормально. Всё-таки это аксис, как-никак. О, братва сборе. Только не дверь мою. Не трожьте дверь мою. Пти-пти-пти-да-пти-да-пти-да. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чём дело? По какому поводу парад? Вито, мистер Фалькона сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Всё узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть. Как сам? Привет, малыш. Малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. И спасибо ещё раз за всё, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе своё обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнётся приём, я тебя порекомендую. Но вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винче. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже. Вместе с ним. Спасибо, Лео. Ну, заебок. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то ещё. В этом весь смысл, Вито. Да, а теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа, как старина Лео уронил мыло. Пошли. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Вы прямо как школьники, честное слово. Шутка года просто зашла, я тебе говорю. Как старина Лео уронил мыло, блядь. Вот что, ребята, пойдёте по одному. Когда войдёте, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Такой синь, как будто у неё жена рожает. Вот, прям даже позу нужно занял. О, шейку разминает, да. Естественно, надо подготовить. Своя очередь, Вита. Ха-ха-ха. Джентльмен. Даро, брат, Ба. Вита, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмёт на спуск. Хаяй. Повторяй за мной, Вита. Если я предам тайну нашей жизни. Если я предам тайну нашей жизни. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амику Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг. А теперь целовашки. Айчка. И чумок. И всё. Ой, даже не возбудился. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винча. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошёл на риск, проведя почти семь лет за решёткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Дэнди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но это грязный. Он недолго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Вы, наверное, всю суть не поняли этих слов. Ну, короче, если по-другому, то идти на завод. Лучше уж так, чем на завод идти. И поэтому... Как-то так. Грабить, пиздить, убивать анчуток, лошков всяких. Ну, вот и хатку купили мы. Музяки, опять же, не хватает, но... Суть не в этом. Костюмчики, да. Нам нахуй ебло. Десятая глава. Обслуженный номерах. 15 февраля... 1951 год. 15 февраля? Февраль... Подожди, у меня показался ли там февраль был? Февраль, это же весна, грубо говоря. Ну, ладно, зима, ладно. Там уже подтаивает все это дело, в феврале. Алло. Ай, Витал, это Эти? Да, Эти, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно. А в чем дело? И телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. А вот телефонный разговор будет... Не телефонный разговор, будет в следующей серии. Так что, ребят, подписываемся на каналчик, кушаем тортик. Не забываем про пирожки. Всем удачки, ребят. Пока. До новых встреч. Не забываем, скоро будет Мафия 3 на канальчике. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok